СОТРУДНИКОВ Следователи считают, что сотрудники движения продолжают получать деньги из-за рубежа, хотя «Открытая Россия» признана нежелательной по российскому закону это уголовное преступление. Британскую организацию Минюст внес в список нежелательных еще весной. Но российское движение Михаила Ходорковского не раз заявляло, что с британской «Открытой Россией» никак не связаны и не получают от нее денег. Обыски проводятся сегодня с 6 утра. Сотрудники «Открытой России» сообщают, что все действия проходят без адвокатов. Оперативники изымают технику. В постановлении об обысках значилось только уголовное дело против ЮКОСа 2003 года. В СК отметили, что рассматривают версию о том, что на финансирование «Открытой России» идут деньги, полученные от легализации ранее похищенного имущества. Это цитата руководством компании ЮКОС. Обыски проходят уже не в первый раз. В феврале следователи приходили к журналисту и правозащитнице Зои Световой, а в апреле во время следственных действий в офисе «Открытой России» полицейские изъяли технику и документы. Председатель движения Александр Соловьев, у родителей которого сегодня с утра прошли обыски, утром отправился в офис и с тех пор не выходит на связь. Его коллеги не исключают, что он мог быть задержан. В Хабаровске уволили полицейского, который был очевидцем убийства, спортсмена Андрея Драчева, но не принял никаких мер. Об этом сообщила региональная МВД. Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Драчев был убит в драке у одного из кафе Хабаровска утром 20 августа. Подозреваемый в убийстве уроженец Амурска Анар Алахверанов скрылся, но позднее сдался полиции. Он профессионально занимался боевыми видами спорта. Прокуратура выяснила, что уволенный полицейский был знаком с обвиняемым и во время драки находился в его компании. Соцсеть ВКонтакте отказалась рекламировать антикоррупционную организацию Transparency International. Объявление «Мы против коррупции, подпишись» якобы не соответствует рекламной политике взглядом и убеждением сайта. Российское отделение организации пыталось прорекламировать свою группу ВКонтакте дважды, но безуспешно. В службе поддержки заявили, что Transparency публикует спорную информацию. Организация следит за расходованием бюджетных средств и рассказывает ВКонтакте о кадровых перестановках российских чиновников. Два года назад отделение внесли в реестр иностранных агентов. Палата общин Канады единогласно приняла аналог акта Магнитского. Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств предполагает новые санкции против чиновников из России. Для вступления в силу его должна подписать генерал-губернатор Канады. Россия уже пригрозила ответными ограничениями. Акт Магнитского приняли в США пять лет назад. Это ряд санкций в отношении лиц, причастных к гибели в СИЗО, юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Москва в ответ запретила американцам усыновлять российских сирот. Глава Каталонии Карлис Пучдимон заявил, что они выполнят волю тех, кто голосовал за независимость от Испании. Однако об этом, как этого ожидалось ранее, он так и не объявил. С подробностями из Барселоны наш специальный корреспондент Дарья Ализаде. По первоначальному плану, именно на четвертый день, ближе к вечеру, когда будут объявлены официальные результаты голосования, Каталонию должны были официально объявить самостоятельно. Но объявление так и не последовало. Я хочу обратиться к Его Величеству на языке, который он знает, понимает и на котором говорит, не по-испански. Вчерашним решением вы потеряли поддержку многих людей в Каталонии, которые вас ценили и помогали вам в трудные моменты. Люди ожидали другой интонации, приглашения к диалогу и компромиссу. Тем не менее, глава Каталонии пообещал, что независимость от Испании все же будет провозглашена, даже если это произойдет, в одностороннем порядке. По последним данным, это, скорее всего, случится в понедельник, 9 октября, когда в парламенте Каталонии будет проходить голосование по этому вопросу. Убийца в Лас-Вегасе не планировал покончить с собой. Об этом заявила местная полиция. Они нашли соответствующие улики, но какие именно, не сообщается. Кроме того, шериф сказал, что убийца готовил преступление не один, но пока это лишь версия. Также власти выяснили, что за неделю до массового убийства Стивен Пэддок снимал комнату с видом на место проведения музыкального фестиваля. Вечером воскресенья 64-летний житель Невады открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля и своего номера в отеле. 58 человек погибли. Еще более 500 получили ранения. Это крупнейшее массовое убийство в современной истории США. Пэддок покончил с собой. Полиция нашла в комнате несколько десятков единиц оружия. Никаких сведений о мотивах преступника нет. Накануне в Лас-Вегас прибыл президент США Дональд Трамп. Он посетил раненых в больнице и зашел в отделение полиции. Я Мелани Бачина. На этом все. Увидимся.